на спицу делаю 10 виточков поворачиваем ее против часовой стрелки и начинаем набирать самым обычным классическим набором нужно обязательно проверить чтобы наш наборный край нигде не перекрутился за три часа конечно такую шапочку не свяжешь зато какая будет красота всем здравствуйте с вами я лора потапова и вы на канале онлайн школы вяжи для души и сегодня я вам предлагаю связать мужскую шапку давайте немножко поразмышляем если мы спросим у наших любимых мужчин какую шапку они хотят наверное первое что мы услышим это слово простую простую не колючую чтобы не сжимала лоб чтобы была теплая хорошо держалась на голове безо всяких узоров рисунков но одним словом простую вот такую шапку я вам предлагаю связать вот такую с красивенькой макушечкой я для вязания мужской шапочки выбрала вот такую вот мягчайшую теплейшую пряжу лана гросса называется она cool wool альпака и состав у нее 70 процентов мериносовая шерсть и 30 процентов baby альпака ниточка такая пышная мягкая нежная в 50 граммах получается 140 метров и нам производители рекомендуют спицы от четверки до пятерки мы с вами будем вязать шапочку я думаю что она должна быть все таки немножко поплотнее поэтому я выбрала спицы троечка вы свяжете образец и определитесь точно каким номером будете вязать вы у меня очень приятный серый цвет вполне себе мужской этот цвет 007 всего на шапочку у меня ушло 55 грамм я думаю что вполне можно постараться и в 50 грамм уложиться если чуть связать поменьше рядов и высоту то можно уложиться и в 50 грамм ну вот у меня было два моточка и от 2 я начала совсем чуть-чуть если вы хотите больше узнать о пряже об инструментах приходите на наш бесплатный онлайн семинар где как раз об этом подробно рассказываю ссылка будет в описании под этим видео для вязания шапочки нам с вами понадобятся спицы на лучше если это будет не длинная леска вот все вместе 40 сантиметров для того чтобы было удобно закрывать макушку могут понадобиться носочные спицы где мы будем уже делать убавки и с лесочкой будет не так удобно понадобится крючочек чтобы в конце стянуть все эти петельки аккуратно и конечно понадобятся маркеры наши помощники для того чтобы отметить начало убавок и всех клинышков и также начало ряда если у вас под рукой нет маркеров можете посмотреть наше видео как можно обойтись без них подручными средствами это ссылочка тоже будет под видео приступаем к вязанию связала образец замерила плотность постирала еще раз замерила плотность у меня получилось в 10 сантиметров 25 петель 38 рядов я даже попробовала сразу как будут смотреться убавки по макушке вот часть убавок делала через ряд и часть убавок каждый ряд чтобы мне потом было проще сделать расчеты как мы будем формировать с вами макушку и нарисовала нашу будущую шапку обычно высота мужской шапки 21 24 сантиметра в зависимости от того насколько свободно вы любите высоту высоту вот именно шапки высоту макушки из них 9 сантиметров составляет высота донышка то есть в общем она 18 сантиметров 19 сантиметров ну половинка у нас по одной стране получается 9 я выбрала самую невысокую шапку чтобы она была плотно по голове это 21 сантиметр отняла 9 у меня получилось что мне надо связать высоту 12 сантиметров и я делаю шапочку с отворотом ну то есть у меня получается такая универсальная высота ее можно будет носить и с отворотом 12 плюс 5 будет 17 сантиметров то есть у меня получится такая универсальная высота шапочки ее можно будет носить и с отворотом он будет не широкий 5 сантиметров и без отворота тогда шапочка будет 21 плюс 5 26 сантиметров то есть она сзади будет свисать будет такая современная форма свободная шапочка у меня получилось 58 обхват головы умножить на два с половиной петель в одном сантиметре 145 петель 15 процентов я дня отняла на растяжение потому что когда я постирала эту пряжу я поняла что все-таки это альпака и мериносика она такая хлипкая склонна к растяжению вот чтобы она хорошо плотненько держалась от него 15 процентов у меня получилось 123 петли а рапорт я выбрала 3 лицевые 2 изнаночные то есть 5 петель в рапорте мне надо чтобы у меня общее количество петель делилось на 5 я округлила до 120 120 отлично делится на 5 у меня может получиться хоть 4 клинышка для закрытия макушки хоть 6 клинышек как мы решим и и приступаем к набору петель набираем 120 петель плюс 1 петля для замыкания в круг спицы я взяла троечку на короткой лески ниточку достаю из серединки на спицу делаю 10 виточков у меня получается расход на 10 петель откладываю 12 таких отрезков у меня получается длина ниточки которая мне необходима для набора 120 петель набираем петли девочки мы с вами набираем петли потом замыкаем их в круг мы будем вязать шапочку по кругу без швов и нам не надо чтобы при наборе первой петли у нас образовывался узелок чтобы потом когда мы замкнули в круг у нас соединение было незаметным поэтому мы с вами первую петлю набираем вот таким простым способом мы вводим спицу поворачиваем ее против часовой стрелки начинаем набирать самым обычным классическим набором заходим под первую проходим над второй третью ниточку заносим под первую над второй третью ниточку заносим 121 петлю набираем 120 по расчету и одну петлю в круг больше о наборе петель и вы можете посмотреть на нашем канале ссылочку на видео мы обязательно оставим я набрала 121 петлю никакого узелка здесь не завязываю и замыкаю петли в круг перед этим нужно обязательно проверить чтобы наш наборный край нигде не перекрутился все посмотрела проверила что у меня на указательном пальце ниточка идет в клубочек они в хвостик 121 петлю отдела на левую спицу накрыла ее 1 петелькой с 1 с левой спицы вернула назад не провязывая на правую и подтянула хвостик все получилось незаметное соединение и сейчас раппорт нашего узора 3 лицевые 2 изнаночные мы начинаем вязать повторяем до конца ряда провязали первый вариант девочки начало ряда можно отметить маркером пошли на второй ряд а сейчас уже все будет проще продолжаем наше вязание по рисунку 3 лицевые 2 изнаночные вы можете выбрать любой другой раппорт рисунка можете 2 лицевые 2 изнаночные 5 лицевых 1 изнаночную какой вам нравится резинка всегда смотрится интересно графично то есть для мужских шапок то что надо самое главное до чтобы у вас общее количество петель было кратно числу петель в рапорте и сейчас мы с вами вяжем нашу высоту шапочки у меня это 12 плюс 5 сантиметров от ворот 17 сантиметров я вижу вверх 17 сантиметров если вы вяжете шапочку без отворота у вас это может быть 12 от 12 до 15 сантиметров если с отворотом то соответственно плюс высоту от ворота вяжем с вами и встречаемся на формировании макушки 15 сантиметров я провязала еще два сантиметре ко мне осталось хочу вам сказать что это не такое быстрое дело потому что спицы не толстые и ну то есть эта шапочка хочется чтобы она была все-таки связана плотно не растягивалась хорошо держалась на голове поэтому за три часа конечно такую шапочку не свяжешь зато какая будет красота эти как красиво так будет отворотик как раз я свяжу высоту шапочки без макушки 1 моточек у меня закончится и на макушку я уже начну второй моточек у девочки я провязала свои 17 сантиметров чуть больше потому что она растягивается в ширину и как раз получается 17 17 сантиметров провязала теперь смотрите у нас может быть несколько вариантов можно закрывать как на 4 клина можно на 6 клиньев на 4 клина у нас с вами уже есть есть шапочка можете посмотреть шоколадно-коричневая мы вязали к шарфу в стиле дольче габбана ссылочка на описание будет под этим видео и поэтому эту шапочку я решила поделить на 6 клинышков у меня 120 петель делим на 6 получается по 20 через каждые 20 петель я поместила маркеры и сейчас начну делать убавки по убавкам у нас тоже может быть два варианта можно делать убавки через ряд и тогда макушка получится более вытянутая а можно делать в каждом ряду и тогда она будет макушка будет короче и более пологая получается что у нас 20 петелек пусть по 2 петельки например мы оставим значит 18 петелек нам надо закрыть если мы будем закрывать не закрыть и убавить да если мы будем убавлять через ряд это получается 36 рядов 36 рядов но у нас как раз и будет где-то 9 9 с половиной сантиметров как мы и планировали нашу макушку вот поэтому кто хочет макушку повыше может как и я поделить на 6 клинышков и через ряд делать 6 убавок в ряду сейчас покажу как я уже прикрепила 2 моточек как обычно я не завязываю узелки я вот 6 петелек провязала ниточкой от одного клубка и от другого если хотите посмотреть как можно аккуратно завязать узелки то есть соединить концы пряжи и потом их спрятать ссылочку на это видео я вам тоже оставлю в описании так вяжем вот у меня первый маркер я до него не довязываю 2 петли и делаю убавку вот у меня маркер то есть смотрите как я маркеры все расположила после трех лицевых и убавку мне вот так больше всего понравилось когда убавка у нас будет идти в одну сторону когда она начинается вот с 3 лицевых потом изнаночная мы убавляем идет вот такой вот красивой линией поэтому вот у меня две лицевые перед маркером и я их провязываю 2 вместе с наклоном вправо провязала до следующего маркера вот следующий маркер лицевую провязала и 2 лицевые вместе с наклоном вправо провязала маркер пересняла до следующего маркера из трех одну лицевую провязала следующие 2 лицевые провязываю 2 вместе с наклоном вправо переснять маркер так 6 раз еще рядочек отдохнули и делаем следующий ряд убавок здесь у нас осталась одна лицевая и изнаночная точно так же провязываем 2 вместе с наклоном вправо вот у нас идет дорожка наших убавок ровная аккуратно и переснимаем маркер и вяжем дальше и так девочки делаем убавки в какой-то момент будет неудобно вязать на спицах с леской можно будет перейти на носочные спицы и продолжить вязание уже когда мало петелек останется закрываем потихонечку убавляем сужаем нашу макушечку дальше ну вот девочки количество петель у меня стремительно уменьшается поэтому я перешла на носочные спицы на круговых с лесочкой уже стало не так удобно и хочу поделиться с вами маленьким секретиком смотрите какие ровные линии убавок у меня получаются вот такие вот аккуратные крупные петельки все в ряд что для этого можно сделать смотрите в том ряду где мы с вами не делаем убавку а отдыхаем просто провязываем все петли я петлю которая отвечает у нас за убавку не провязываю а просто переснимаю с левой спицы на правую перекидываю и нить у меня за работой я уже сняла маркер и потому что линия убавок хорошо сформировались их уже никак не пропустишь и вот опять у нас петелька которая отвечает за убавки я ее не провязываю а просто перекидываю с левой спицы на правую ниточка у меня за работой и так все шесть петелек от которой с которой мы начинаем делать убавку у нас было 2 вместе и сейчас мы отдыхаем я ее просто перекидываю 6 клинышек начало следующего ряда и сейчас будем формировать убавки лицевая здесь у нас вот петелька которая ложится на петельку которую мы убавляем и мы провязываем их 2 вместе все вот такая крупная петелька у нас получилось то есть мы ее провязываем через ряд только в том ряду где делаем убавки девочки кто боится пропустить место было конечно оставьте маркеры вот опять наш 6 клинышек маркер и начало ряда мы делаем убавку я вам предлагаю заглянуть на изнаночную сторону нашей шапочки смотрите вот они наши убавки смотрите как они аккуратно смотрятся по изнаночной стороне практически их не видно сейчас у нас будет ряд без убавок мы отдыхаем и петельку которая отвечает за убавки просто перекидываем у меня носочные спицы нет про березовые легкие полированные красивые так с разговором ошиблась надо было петельку снять вот я ее снимаю ниточка за работой маркер и опять ряд с убавками ну вот девочки смотрите какая у нас кругленькая хорошенькая макушечка вырисовывается и пора и и уже полностью закрыть кто конечно хочет дальше ее удлинять кто хочет еще повыше пожалуйста ну я связала 9 сантиметров у меня вот линия убавок получилось и сейчас я хочу ее уже полностью закрыть убавить все петли и закрыть вот у меня начало ряда в котором я должна делать очередные убавки вот у меня 2 изнаночные сразу после убавок убавок я провязываю 2 вместе провязываю лицевую здесь у нас линия убавок идет я делаю убавку опять 2 изнаночные я провязываю 2 вместе и убавка 2 изнаночные я провязываю да и вместе плановая убавка и изнаночные так смотрим что у нас осталось осталось у нас 18 петель можно уже стянуть можно еще провязать один ряд вот изнаночные 2 вместе изнаночные вместе ну и теперь уж точно пришло время стянуть эти все петельки отрезаем хвостик ниточки чтобы достаточно было для того чтобы стянуть петельки берем крючочек начинаем петельки затягивать я как бы в обратном порядке вот эту петельку и последнюю провязала вот через нее я начну затягивать ниточку если боитесь петельки потерять можно по одной петельке на крючочек переснимать все петельки на ниточки хвостик ниточки подтягиваем так вот у нас с вами ровненько красивенько получилось смотрите каким цветочком сложилась наша макушка сейчас я для прочности еще раз пройду по этим петелькам крючочком протянув сквозь них ниточку переносим ниточку наизнанку и прячем хвостик я уже вам говорила что у нас есть видео как спрятать свободные свободные концы пряжи можете посмотреть ссылочка будет под этим видео смотрите какая макушечка получилось у нас красивенькая можете оставить если вам нравится чтобы она была вот такой вот вытянутой формы как грушевидные что ли вот но когда мы ее с вами оденем например на трехлитровую баночку она у нас совершенно точно вот так распрянется вы можете обратить внимание что вот здесь у меня резиночка растянутая потому что она у меня на баночке ночевала я ее побрызгала на баночку одела она растянулась но макушка тогда еще была не закрыта поэтому вот показываю вам ее вот в таком виде попробуем вывернем наизнанку еще не было в этого когда мы сделаем в то у нас эти петельки разровняются и наша функциональная шапка и и можно будет носить и на эту сторону заправляем обрезаем делаем влажно-тепловую обработку хотим чтобы у нас макушечка была вот такой интересной формы сушим в горизонтальном положении хотим чтобы она у нас распрямилась и была ровненькая кругленькой вот такими вот красивыми клинышками натягиваем ее элементарно на трехлитровую банку и она у нас выпрямляется это совершенно точно я уже так делала получается красивая ровная макушка и резиночка немножечко разойдется вот здесь она у меня была на баночке видно что она вот такая хорошая пожалуйста эту шапочку можно носить с отворотиком можно носить без отворотика тогда макушечка будет вот такая длинненькая ну вот девочки наша шапочка готова вот такая вот чудесная шапочка 6 клиньев у нас получилась макушка аккуратная красивая и она многовариантная как я уже говорила можно носить ее с отворотом примерю на себя и покажу вот кто любит прям совсем невысокие шапочки можно носить с отворотом четко по голове и можно носить без отворота как сейчас модно с такой длинной макушкой заправив ее как-то интересно уложив такой вариант тоже может быть шапочка очень достойно смотрится и на изнаночной стороне поэтому ее вполне можно носить и так здесь макушка смотрится по-другому и резиночка более мелкая для того чтобы у меня получилась такая круглая макушка я шапочку постирала и высушила ее одев на донышко трехлитровой банки и вот такая вот кругленькая аккуратная макушечка у меня получилось на этом у меня все ставьте лайк если это видео было для вас полезным нажимайте на кнопку подписаться чтобы не пропустить следующее видео если вам интересно узнать про другие модели шапок записывайтесь на наш курс моделирования шапок ссылку я оставлю под этим видео с вами была я лора потапова и канал онлайн школы вяжи для души